всем указ на связи лукас рад снова видеть вас у меня на канале в этом видео я расскажу вам о тех скинах после покупки которых многие сильно пожалели бывало ли у вас такое что вышли на поводу толпы сильно хотели скин который хотели все а после долгих ожиданий покупали его и не понимали в чем прикол он вам надоел через одну катку и вы пожалели что потратили деньги жиза в коммент если такое было вот именно о таких скинах мы сегодня и поговорим несите чаек и вкусняшки будет интересно иногда чуть не забыл напомнить о мега жирнющем розыгрыша в честь стремительно приближающегося юбилея в 100 тысяч подписчиков до нас собралась огромная армия а благодаря нашим друзьям призовой фонд розыгрыша расширен до 18 тысяч вибаксов вау и если именно ты хочешь урвать свою долю то тебе нужно быть подписанным на канал поставить лайк этому видео а также написать абсолютно любой адекватный комментарий будет 10 победителей и все получат хороший шанс забрать свои вибаксы результаты будут опубликованы в наш телеграм и группу вк как только на канале стукнет 100 тысяч подписчиков все в ваших руках так что действуйте ну а теперь хватит трендить погнали ролик смотреть но только после пары слов о наших друзьях ребята бывает ли у вас такое что вы устаете играть в однотипные стрелялки и королевские битвы так вот next rp предлагает вам уникальную возможность почувствовать себя отпетым бандитом или замутить свой бизнес а возможно вообще устраивать гоночные заезды на четырках и все это на улицах родной россии абсолютно бесплатно вместе с тысячами других игроков вы можете скачать и поиграть на xrp прямо сейчас по ссылке в описании ну что ж пожалуй все сталкивались фортнайте с тем что долгожданная покупка скина не принесла особых эмоций и скин казалось бы который ты мечтал всегда купить тебе надоел через час и ты сидишь жалеешь зачем я потратил на него деньги сегодня вы узнаете как раз об этом о тех скинах после покупки которых и жалели что купили поехали номер 10 school trooper да давным-давно во времена первой половины первой главы фортнайта а именно в период с первого по шестой вроде бы сезон скелет пользовался бешеной популярностью вместе с косой но если косе нет претензий она действительно прикольная то хайп вокруг скелета явно был преувеличен окей скин был на долгий год недоступен к покупке и появлялся впервые только когда никто толком не играл еще фортнайт но внешне он не сказать что крайне уникален или приятен и во времена второго пришествия скина в магазин предметов ровно через год на хэллоуин когда его вновь добавили огромное количество игроков его купила ведь это хайповый скелет но ребята не учли что его купили все и он был на каждом естественно скелет быстро надоел всем и я лично знаю много знакомых которые жалеют о его покупке да и сам я если честно поиграл с ним спустя год лишь потому что добавили новый белый стиль окей пойдем далее номер 9 робот с ивента все мы помним тот последний эпический ивент когда мы получили действительно стоящий контент битву которую запомним на века хоть все топили за робота и болели за него его скин на волне хайпа события купили многие но боже зачем я лично не стал его покупать даже для коллекции ведь он просто ужасен сверх огромный просто перекрывающий весь экран купившие его очень часто жаловались на стримах у меня что черт возьми они зря потратили деньги и я считаю также пожалуй одна из тех покупок после которой действительно сожалели все это покупка этого робота номер 9 диджей лама только девочка да этот скин покупали по 2000 вибаксов а потом слезно бегали с ним и думали можно это вернуть это явно не стоит 2000 вибаксов да скин пожалуй самый что ни на есть ужасный в плане его цены его уникальности и в принципе то зачем нужно было покупать за 2000 вибаксов скин который по сути выдавался бесплатно в боевом пропуске в мужском виде помянем деньги тех кто его купил и прессов тем кто сожалеет что потратил вибаксов пустую и пойдем далее номер 7 щелкунелла или же женский вариант щелкунчика не знаю почему но многие к моему удивлению жалеют о трате полторы тысячи вибаксов на этот скин как по мне скин весьма неплох довольно хорошо выглядит возможно это из-за моей любви к белому цвету а тут он очень хорошо еще и сочетается с мелкими золотыми вставками и красными на самом скине но именно игроки по большей части жалеют о том что купили и и да еще и за полторы тысячи вибаксов не совсем понятная ситуация ребята те кто купил такой скин напишите пожалуйста в комментарии жалеете ли вы о ее покупке мне реально интересно узнать ваше мнение но мы пока пойдем далее номер 6 кролик да как ни странно многие действительно жалели после траты денег на покупку этого скина и отчасти да и в целом я их понимаю этот скин часто сильно лагал да и согласитесь куда приятней было бы прикупить белую крольчиху ведь там действительно есть на что посмотреть да и белый цвет сочетается с большим количеством кирок не знаю как вам но тут я согласен с коммунити я бы тоже жалел что прикупил кролика на не крольчиху бывает что поделать номер 5 шифровальщица возможно многие из вас даже не знают о существовании такого скина но по факту это бесплатный скин с пве которые решили продавать в пвп режиме игры и я вас уверяю в том что коммунити не очень сильно радовалась покупкам этого скина многие возвращали его и это понятно лично я вижу довольно таки типичный скин который ничем не выделяется и очень стандартно выглядит для фортнайта это просто катастрофа и тут я вполне согласен с теми кто его покупал я бы сам жалел что взял его можно найти и другие крутые скины но за эту цену номер 4 рейнджер я даже не знаю стоит ли сильно тут все распинаться и расписывать ведь как по мне все понятно и так это же абсолютно дефолтный скин epic games вы решили продавать дефолтные скины которые у всех и так есть со старта игры не знаю кому придет в голову прикупить за деньги точную копию скина который у всех есть но я уверен что такие были и также я уверен что они очень сожалеют об этом эпики ну а вы молодцы сейчас бы делать деньги на том что в игре и так есть бесплатно номер 3 весь боевой пропуск третьего сезона да я понимаю что тут крайне мало тех кто играл тогда и уж тем более покупал боевой пропуск в те времена но я в их числе и могу подтвердить из всего боевого пропуска была только пара нормальных скинов агента и джона уика в целом же кроме них в боевом пропуске больше не было ничего нормального и многие тогда пожалели что вообще прикупили его одно дело боевой пропуск 2 и 4 сезона там были крутые и уникальные скины но третий сезон в целом это полная фиаско эпики многие по сей день жалеют о покупке того пропуска ну да ладно это было давно номер два шифровальщик да этот скин женском варианте должен был уже научить коммунити тому что не стоит покупать такие дефолтные скины которые ничем не выделяются и быстро надоедают но как-то так вышло что один фиг его покупают и жалеют об этом на следующий же день чему удивляться я не знаю это довольно таки дефолтный джонси в очень стандартном наряде классическом для всяких стрелялок ну и наконец номер один мухоловка пожалуй самый странный скин из тех времен фортнайта о котором много споров было да и он мало кому понравился да и цена была неоправданно задрана на него 2000 вебаксов которые очень многие хотели бы вернуть и сожалеют о их трате ведь скин действительно странный и многим он не понравился после покупки когда его уже распробовали но эпики безжалостные деньги не вернуть так что пресс f как говорится я лично его не покупала и не жалею лучше кучу кирок и прочих дешевых но крутых скинов накупить ребята не забывайте подписываться на канал и ставить колокол чтобы не пропускать новые ролики и розыгрыши и всегда быть в курсе всех самых интересных вещей из мира фортнайт а также если тебе интересны эксклюзивные скины загляни в мой телеграм-канал лук-код там сейчас много интересного а еще розыгрыши на каждую тысячу подписчиков жду вас ну а с вами как всегда был я дядя лукас огромное спасибо за просмотр до скорых встреч в новых видео всем пока до новых встреч